Доброе утречко! Хочу рассказать вам сегодня мою большую тайну и секрет. Почему тайна и секрет? Потому что долгое время думала, нужно мне это или не нужно, совсем не моё. Но смотрю, все отзываются о том, как это прекрасно, как это здорово, какой он замечательный, как с ним хорошо. И думаю, нет, ну надо же и мне в конце концов попробовать, что же я хуже всех остальных. Итак, представляю вам своё новое приобретение зелёного любовника Лолит Олимпики. А вы что думали? Вот такое необычное название, учитывая, что аромат этот мужской. И я давно уже понимала, что я после ниши и всяких своих таких изысков парфюмерных могу перейти к мужским ароматам, но не ожидала, честно говоря. И вот он у меня появился, и это что-то потрясающее. С Лолит Олимпикой у меня сложные отношения, вот с первого, так сказать, аромата, который я приобрела, вот скорее даже из-за красивого флакончика, потому что такое надкусанное яблочко. И этих яблочек множество. По-моему, у меня самый первый такой вариант. Потом было много фланкеров. Там лакричник, и вот этот лакричник мне как-то перебил всё. Оказывается, лакричник я, наверное, не люблю в ароматах. А он у неё везде присутствует, причём в нотах базы, то есть будете чувствовать его долго. Но прошло время, вот он у меня стоял, этот флакончик, и однажды я увидела, что вышло что-то новое, и опять-таки в красивом флакончике. Вот красивые флакончики, это, конечно, искушение для меня. Я решила, ну ладно, опять какой-нибудь там лакричник, тем более он, да, он входит, там в нотах базы он есть, там сандал, лакричник, белый мускус, бензоин, моногаскарская ваниль. Но вот эта ваниль, она, наверное, сыграла свою потрясающую роль, и аромат совершенно преобразился. Ну, конечно, здесь есть много всего другого замечательного. Здесь есть и коктейль Беллини, и итальянский мандарин, и лимон, лайм, апельсин, и жасмин, белый персик, чёрная смородина, магнолий, слива, розы. Я устану вам перечислять, сколько здесь всего. Но, конечно, над всем главенствует вот эта ваниль. Она очень сильная, она какая-то особенная, вот приправленная вот всем остальным. И я её на себе долго чувствую, что мне приятно, потому что частенько аромата с меня слетает, и как-то я не успеваю даже насладиться, как уже я их не чувствую. Окружающие бывают иногда ещё улавливают какой-то шлейф, а я уже нет. Вот этот аромат на мне, если нанесёшь, он будет от начала до конца. Правда, он особо и не раскрывается, он так с самого начала пахнет густо, богато, всем вот этим, всем, чем только можно, и замечательно. Я очень рада, что он у меня есть, он потихонечку у меня темнеет, он даже на страничке на фрагрантике розового цвета изображён. Но, по-моему, он розовый не был с самого начала, но, по крайней мере, со временем он настаивается. Теперь он потрясающий совершенно, я воспринимаю, как какой-то дорогой коньяк, который отстоится ещё лет 20 и будет хватать одной капельки, чтобы благоухать на несколько метров. И поэтому, когда я почитала отзывы о Валите Олимпико Грин Ловерс, зелёном любовнике, я решила, что там тоже мадагаскарская ваниль. И все отмечали, что она там очень сильная и яркая, я подумала, что, наверное, он не будет такой всё-таки мужественной. Может быть, он, да, рассчитан такой унисекс, как сейчас популярно делать все ароматы, ну, чтобы больше люди покупали, чтобы не только какая-то одна часть населения, чтобы все обращали внимание. Ну, такому брутальному лесорубу он вряд ли подойдёт, а вот молодым мальчикам, я думаю, он будет прекрасен. И женщинам и девушкам он тоже прекрасен, потому что в нём нет никакой вот этой маскулинности, или как её назвать, ещё иначе. Здесь есть джинн, ягоды, можжевельник, есть мята, но вот они все приправлены настолько густо вот этой, опять-таки, мадагаскарской ванилью, что он просто очаровательный. Ещё здесь есть зелёный мандарин и перец. Какой перец, я не знаю. Зелёный, то есть розовый перец, чёрный перец. Ну, он тоже никак мне не мешает. Если розовый перец в ароматах частенько вызывает у меня прямо желание чихнуть, то здесь ничего такого нет. Он потрясающий, он такой свежий и одновременно сладкий. Мне нравятся свежесладкие варианты, но в женских ароматах они как-то всё-таки не делают такой большой вот размах. Здесь амплитуда большая. То есть он и очень свежий, и очень сладкий, и очень зелёный, и очень в то же время какой-то фруктовый. И потрясающий. На самом деле, зря я его не приобрела раньше. Ну, хорошо, что я это сделала. Он у нас есть на сайте, на нашем. Я, как всегда, там, где я чаще всего покупаю, на 220 лв, и он там очень недорогой, кстати говоря. Учитывая всю ту шумиху, которая вокруг этого аромата. Здесь у меня 50 миллилитров, и обошёлся он мне в 31 евро. Поэтому, если кого интересует, вот можете там его и найти. Ну, может быть, где-то можно найти ещё дешевле. В магазинах я его не видела. В магазинах я вообще у нас что-то лолит-олимпику давно не вижу, куда она вся пропала. И поэтому очень рада, что есть хоть какая-то возможность приобрести, хоть как-то, хоть где-то. На самом деле, потрясающе. Я не знаю, на какое время года будет лучше, но вот сейчас у нас погода в Латвии такая, градусов 18-16-18. Влажная, и он как-то великолепно, вот просто шикарно раскрывается, потому что нему не мешает ни жара, ни холод. Наверное, самая лучшая погода для него. Здесь маленький такой листик плюща изображён. И даже если моему мужу он понравится, я не думаю, что я его отдам, потому что в нём есть что-то завораживающее. Что-то, что мне просто невероятно понравилось. Наверное, я буду фанат и поклонник мадагаскарской ванили. Буду теперь выискивать всякие ароматы, где они есть. А тут у меня, посмотрите, тут у меня мушенцы пытаются привлечь к себе внимание. Мушенцы, тебе нравится мадагаскарский ваниль? Да, скажи, нет, ну гладьте меня, лучше погладьте меня. Какая ваниль, скажи, я упала, изнемождённая диетами от голода. Сегодня она, кстати, нормально позавтракала, погуляла, но всё равно хочет привлечь к себе внимание и показать, что да, мне не хватает ещё и внимания, и завтрака. Нет, Муха, у нас разговоры о другом. Давай-ка мы с тобой попозже поиграемся и возвращаясь обратно. В общем, на самом деле могу посоветовать всем, кому интересны какие-то необычные ароматы. Для меня он необычный и очень приятный одновременно. Я боялась, что будет какая-то нотка, которая меня от него отвернёт. Но ничего подобного. Два моих теперь любимчика. Вот будет женская Лолита, Лолита Лэнд, и будет зелёный любовник тоже её же. Ну, прелесть какая-то невероятная. Новинка 2019 года. Так что, надеюсь, у них ещё, у этой марки впереди много разных интересных открытий. Как-то последние ароматы меня просто поражают. Они стоят особняком. Они ни на что не похожи. Они какие-то такие потрясающие, запоминающиеся, что очень немаловажно в ароматах. Потому что уже такое множество всего, что достаточно трудно выделить что-то как особенное. А это что-то особенное. Ну, вот так вот. Заодно проверю, кстати. Это хайповое название. Вызовет ажиотаж. Думаю, точно такой же, как сам аромат у меня вызвал. Какое-то нездоровое возбуждение. Очень уж он хорош. Вот так вот. Всего хорошего. До новых встреч. До новых вам открытий в мире парфюмерии, ароматов. Пока-пока. Пока-пока.